Виноградники Виноградники Жутковатая особенность Франции Ставить распятие огромное, где ни попадя Реквир нечеловеческий, живописная винная деревня В 15 километрах от Кальмара Входит в список 100 самых красивых деревень Франции На этом ее деревенчатость и заканчивается Она существует, кстати, в статусе именно города С 1320 года И понятно, почему привлекает более 2 миллионов туристов ежегодно Городок начинается тем же, чем и заканчивается Дегустационными винными залами Скоро уже надо будет говорить Кстати, самые старые здания, сохранившиеся, относятся к 13 веку И одно из самых старых зданий называется Иудейский двор А второе Воровская башня Все остальное свеженькое 15-16 век Напьем Впервые за всю поездку встретили здесь семью молодых русских Которые на машине путешествовали по Швейцарии и Эльзасу Провели с ними приятнейшие 20 минут Подивились Бывают же другие русские Не такие, как в Санье Ха-ха Музыка 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 Про каждый из этих домов можно многое прочитать в путеводителе У каждого дома есть своя очень долгая интересная история Но я читать про них ничего не стала Мы просто ходили несколько часов под дождем и под солнцем По маленькому городку Реквир и просто смотрели Наслаждаясь своими последними двумя днями во Франции Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пора покупать И тут встал страшный вопрос Где покупать? Где из ста имеющихся прекрасных магазинов? Трагический момент Слишню за дегустацией Еще у нас тут собачка бьет Хорошая очень Только она просила Вишня закусывает вишней Вишня закусывает вишней Так мы дегустировались тут немножечко Вверх стороне Вырвались мы из этого вертепа разврата Несколько шатаясь И так ничего не купив Решили Сейчас протрезвеем И будем думать Вот такая красивая еще собака есть Меж тем, несмотря на плюс 23 Солнышко и цветущие розы Приближается Новый год Рождественский рынок Уже вовсю работает Везде продаются елочные игрушки И елочные куколки всякие Елочные чашечки всякие Эх А мы совсем за другим приехали При этом сконцентрироваться на деле Совершенно невозможно Вместо того, чтобы покупать вино Мы все еще продолжаем ходить по городу И снимать Это какое-то издевательство просто Кстати, вот за такие денежки Можно пожить в местном монастыре 16 века Вполне приемлемые, между прочим На две персоны 64 евро Продегустировали только что Очень странный пену нуар На грани розового Кто-то тут ест из мисочки Тарикаша Зайка наша Вообще не хочет нелпать Короче После всех мучений и страданий Купили одну бутылку допфа За 10 евро Все Поехали У нас еще в планах две деревни Кёнигсберг и Каценталь Боюсь, правда, что мы с ними не совладаем Городок Кайзерберг Отличается от Реквира только одним Здесь очень много красивых каналов Находясь уже в полубессознательном, пьяном и счастливом состоянии Мы из последних сил продолжаем еще что-то снимать Сил что-то дегустировать и покупать И вообще делать какой-то выбор и принимать решения У нас уже нет У нас уже нет Сил что-то мне не показывать Что? Казахстан 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 На горе за Кайзербергом обнаруживаем красивый маленький замок. Ой, уже замков понасмотрелись, конечно, более чем, и вряд ли будем чему-то удивляться. Но совершенно очевидно, что вид с горы будет открываться потрясающе красивый. Хочется на этой пафосной ноте закончить нашу поездку. Идем в гору. Кстати, как неудивительно, 14 января 1875 года здесь, в Кайзерберге, родился немецкий философ Альберт Швейцер. Ага, ну спасибо. 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 Вот тут уже пошли всякие пиво прикольные. А сгулы жопы, это, видимо, местный вообще герб деревни. Посмотри, на рюмках на всех. Все, вышли, наконец, на финишную прямую. Наверху замок, внизу город, а впереди возвращение в Москву. Спасибо. 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 Спасибо.